Встреча с датом Би-60 ночи. Рабочие на космодролио-боблочное вновь объявили забахтовку, ссылаясь на невыплату зарплаты, сообщает СМИ. Начальник Дальспидстроя Лукадаб заявляет, что это провокация, и, по его словам, рабочие зарплату получили, но уже оплопили, а работать не хотят. Продолжение следует... С ближайшего понедельника ставки по валютному аукциону повышаются на 0,5% или на 0,75% пункта. Решение принято, учитывая изменения конъюнктуры валютного рынка. Ранее сегодня в ходе торгов на московской бирже доллар опускался до отметки 50,27. Евро в моменте стоил 53,38 копеек. Это минимум с начала ноября прошлого года. Обсудим эти темы с директором по инвестициям на УК «Промсвязь» Александром Крапивко. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, с чем связан такой решение Центробанка? Мне кажется, что уж очень много коллектива решила занимать у него долларов и складывать их в российские еврооблигации. Ну, вот. Мне кажется, что ему это немножко не нравится. Вот поэтому, скорее всего, и была повышена ставка для того, чтобы сделать эти операции менее привлекательными, потому что козыринки ему не нужны. Ну, по-вашему, такое решение адекватно в текущей ситуации? Ну, на самом деле здесь я же не могу влезть в голову Чентральному банку. Да, они решили, что в текущей ситуации это становится немножко опарно. Потому что когда весь коллектив лезет в одну узкую дверь, то, в общем-то, так же он и выходить будет, и может стену сломать. А так, может быть, поменьше, чтобы народу вошло в эту торговую стратегию, так, наверное, и было сделано. Тем более, что Центральному банку, в общем-то, невыгодно сильно такое вот укрепление угля, как таковое, да и экономичь, все равно, естественно. Ну, и в этой связи как объяснить реакцию валютного рынка? Очень, наверное, вполне себе правильно. Представляете, вы каждый день, сущие люди приходите и видите, что подкрытие торгового ладо, но с вами валюта подражала не именно право. Ну, вот, здесь, ну, возникает вопрос, что в следующей неделе будет, что он на такой же агентуарный аккаунт в москвичи, и никто решил, что там можно вот здесь, нужно чего ему взять. Опять же, возникает неси выбор, занятие цена целого конца, по угоранию, или купить себе дешевого доллара на рынке. Прошу тебя уже. Разворот рынка, который мы наблюдаем сейчас, как вы считаете, это надолго или доллар снова начнет падать? Доллар снова начнет падать. Не знаю, мне кажется, что это либо какая-то волатильная компликация, либо, мне кажется, что все, у нас ледяный доллар. И сейчас, прежде всего, будет какое-то время, когда рубль будет туман. Ну и в связи с этим, что стоит сейчас делать? Держать, продавать или покупать доллары, евро, а как наступать? Основной вопрос. Если вы интересуетесь, если валюта вашей жизни в доллар, то же надо было вообще ничего себе делать. И надо все равно, почему? Доллар по 50 или по 70 рублей. Ну и если валюта моей жизни в рубль? Если валюта моей жизни в вашей жизни в рубль, то вашей жизни будет туман. Вообще. А сейчас, если валюта вашей жизни в рубль, то, наверное, то, наверное, на рублях, если доллар вы купите. Ну а если есть накопление, то с ними делать? Накопление в чем? Накопление в чем? Вы же планируете, в чем вы хотите иметь накопление? Если накопление для вас в долларах, то сейчас он будет лучше доллар покупать. Если накопление для вас в рублях, то, соответственно, через рублях. Ну что ж, спасибо большое за ваш комментарий. На связи со студией был директор по инвестициям УК. Промсвязь Александр Крапивко. В аэропорту Донецка снова стреляют, причем стороны заявляют об усилении артиллерийского огня. А также сообщается, что за сутки 80 раз был обстрелян северный пригород Донецка поселок Спартак. Об этом сообщил представитель России в совместном центре контроля и координации режим прекращения огня в Донбассе генерал-полковник Александр Ленцов. По его словам, огонь...